друзья мои всем привет прошлом видосе уже не помню что было все смешалось люди кони сегодня хочу посвятить этот замечательный день тому что расскажу вам про котельную чтобы вам было интереснее я прямо сейчас покажу вам потраченную кубатуру по месяцам и эти данные должны вас подвести к мысли о том что наверное дом построен все-таки нормально мы находимся в алтайском крае это сибирь декабрь январь и февраль была конечно температура нормально более менее нормально но вот например конец января и весь февраль у нас преобладают двадцатки сегодня было минус 32 ночью и вот сейчас на улице минус 28 поэтому я на улице сегодня не работаю это к тому что в самый холодный месяц мы потратили 680 кубов при том что наш дом 320 квадратных метров теперь мы берем с вами 680 умножаем на 8 рублей и получаем сумму за отопление в сибири дома мне кажется это очень даже нормальная цифра при том что вентиляция у меня сейчас по всем комнатам шарашек на выхлоп и она пока не настроена то есть просто тепло уходит в трубу и когда я оптимизирую эти нюансы когда я оптимизирую утепление всех веранд потому что они сейчас плитами заходят в дом и это тоже очень хороший забор тепла из дома то я думаю что мы еще процентов на 20 точно сократим наше потребление пользуясь всеми этими данными я уже могу с четкой уверенностью сказать что наверное котельная собрано нормально для сибири это нормальные цифры и второе почему я об этом хочу рассказать потому что вы в предыдущем видосе где я рассказывал про диспетчеризацию нашего зонта было очень много вопросов что денис ну а ты расскажи про всю котельную теперь-то она в принципе достойна уважения она работает и она у тебя работает даже неплохо поэтому сегодня я посвящу этому наш выпуск возьму кадры с разных старых роликов то есть мы можем и увидеть теплые полы как были залиты и увидеть как прокладывались трубы и увидеть как котельная выглядела изначально и кстати наверно с этого мы начнем всего лишь получается полгода назад это был наверное август я зашел вот в такую котельную которая была у меня подготовлена под это все дело если уйти еще дальше то год назад я бросил работы потому что уже наступала холодно ступали холода и я не успел доделать штукатурку я боялся что она вся отвалится поэтому бросил и и вот в таком виде котельную и вот сейчас дошли руки тем более что я поставил себе задачу на этот год заехать в свой дом по-другому мне вариантов не было надо котельную было делать много хейта я получил за кафель потому что он белый и он как у тебя в больнице в психиатрической но в конечном итоге сейчас когда мы видим вот эту котельную но сейчас она не талон потому что не закрыты кабель каналы в сакс еще не оборудован ну просто времени руки не доходят уже действительно много других задач почему была выбрана комната подвала самого-самого начала у меня была мысль что на подвал это техническая зона здесь я планировал разместить всякие игровые увеселительные мероприятия то есть это бильярдная теннисная теннисная уже готова ну не отделанная но в теннис мы играем бильярдная на подходе там пока у нас склад также тут есть овощехранилище прачечная комната и сама бойлерная в которой находится котел который находится водоподготовка сама скважина за которую тоже мне прилетала не раз но вот мы уже восьмой год пользуемся этой скважиной вроде как проблем тут вот фу не возникает здесь же у меня вот всего электричества здесь же очистка воды здесь же находится вентиляция при . много чего здесь и это сердце дома очень много кто спрашивали денис у тебя окна скорее всего 60 на 80 стекление не соответствует и по кубатуре помещение которое у меня 4 на 3 на 2 метра на 2 с чем-то кстати здесь два здесь 260 ну сейчас в чистоте будет 250 245 где-то так оконные проемы они не соответствуют конечно и самое главное что остекление у меня здесь тройное утепленная а надо чтобы оно было одноконтурное вышибное и так далее друзья наверное это все таки зависит от региона и в каких-то регионах за такие стеклопакеты может прилететь но вам нужно будет уточнять это на самой первой стадии вашего общения если вы будете котельную делать подвале то правильнее всего наверное на этапе проектирования то есть когда вы познакомитесь с вашим проектировщиком вы сразу поймете можно эту комнату использовать под котельную или нет я так и сделал пригласил сюда проектировщика у нас городе это один человек который очень хорошо этим занимается коммерческий можно конечно работать с государственной компанией но там все тяжело и долго все посмотрели посчитали проектировщик сказал что не волнуйся у тебя все примут потому что окна в принципе соответствуют я на самом деле езжу по многим объектам в нашем замечательном регионе и вижу что у некоторых вообще одно окно в котельной которые находятся в подвале и никаких проблем нет но с другой стороны общаясь с ребятами которые мне проектировали котельную они сказали что в новосибирске например за такое по голове не погладят и очень долго придется бегать потом доказывая что ты прав могут и не принять поэтому этот момент я вам советую провентилировать самом начале перед тем как задумываться о котельной в подвале окна это важно хотя с другой стороны пожарный инспектор когда ко мне приехал он мне говорит денис если происходит утечка и не срабатывает сакс то какие бог на не были беда для дома будет кардинально ориентиры на защиту дома у меня стоят еще дополнительные вай фай системы которые тоже работают о тренировка спорт которые работают на утечку и самый важный это сакс то есть я купил сакс с царь это утечка метана и также у меня здесь подключено целого это утечка углекислого газа то есть если вдруг мой котел захочет не дай бог перевернется например у меня с вентиляции пойдет углекислый в дом то сакс отрубит систему газ перестанет подаваться ну ладно друзья об этих всех моментах мы с вами уже как бы проговорили давайте начнем саму историю моей котельной вот хочу прям вот это рассказать да еще же момент здесь еще пылесос будет сейчас просто провод увидел думаю не все я вам сказал тут еще будет центральный пылесос о котором вы все знаете вон та труба как раз ведет из дома все каналы стягивает сюда а выхлопная будет здесь от пылесоса то есть сапрофиды у меня будут вылетать на улицу и ничего у меня не будет возвращаться в помещение но не об этом сегодня обещаю что в этом видосе не будет рекламы но если не считает рекламой человека который мне во всем этом помог о нем не говорить я просто не могу потому что я бы сам не допер вот так зовут его николай и в описании будут контакты потому что в комментариях он уверен начнут писать я уже сразу этот вопрос закрою но не в этом суть почему я что николай стал говорить потому что мы начали историю самого начала так вот в экспо-центре я познакомился с компанией с этой с ребятами и николай мне очень хорошо про рекламировал новый котел который выходить должен был буквально через два месяца после нашей выставки это был висман а витадент 100 но у него была измененная сенсорная панель у него были там свои какие-то приколюшки в общем мне это очень сильно понравилось потому что в принципе я знаю что это германия и я хотел думал о висмане тогда я знал что сработал соло лифт о нем мы позже поговорим тогда я знал только то что немецкая компания любая это круто знал то что буду знакомиться с компанией мэйбис потому что мэйбис это неубиваемая техника ну то есть они делают хорошие насосные группы хороший коллектор и так далее это я еще читал до того как я вообще не разбирался в отоплении ноль был и когда мне сказали висман я такой ну а почему бы нет ну вроде вроде фирма вроде круто еще я слышал очень много хороших отзывов о конденсационных котлах и что нужно брать обязательно одноконтурный двухконтурный котел подходит для тех котельных которые отапливают небольшие дома то есть если точек водоразбора немного двухконтурный нормально если это дом большой с большой семьей с большим потреблением воды то нужно одноконтурный в данном случае у меня идет одноконтурный кондензационный котел с бойлером косвенного нагрева для двухконтурных бойлер косвенного нагрева не нужен потому что вода приготавливается непосредственно в самом котле но есть один косяк у двухконтурных котлов когда вы моетесь например в душе и кто-то включил горячую воду еще и на кухне то те ребята которые в душе могут испытать небольшой холодный стресс котел не будет успевать приготовить то количество которое необходимо вот вся разница так вот николай предложил мне этот вариант горит это будет пушка это будет круто мы поможем вам с проектом то есть рассказал все здорово и рассчитываем на то что этот котел станет просто взрывом а тогда у меня кураторов никаких не было и я понимал что своей головой я наделаю тонну ошибок я сам гуманитарий друзья как я к технике вообще не имею отношения вот такую штукенцию собрать для меня самому ну наверно ушло бы просто куча времени шкурный был вопрос вот в чем в моем случае проект стоил каких-то немалых денег но если я комплектуюсь в этой компании то мне проект по факту будет бесплатный и я пошел от обратного я говорю ребят давайте сделаем так я вам сейчас засылаю деньги на котел и на бойлер вы начинаете проектирование моей котельной то есть по факту от обратного до и деньги как бы прислал но я уже с вами работают договор хотите за ключем хотите нет без проблем и начинайте меня проектировать хлопнули по рукам по факту все завертелось вот вот с этих четырех листочков то есть здесь показан вид сверху где будут стоять насосные группы коллектор где будет находиться котел где будет находиться дополнительный электрокотел баки сброса и так далее вот здесь показана схематичная картинка как это все работает и как это все обвязывается здесь по факту мы видим то же самое но уже в деталях здесь указаны все диаметры в общем все что необходимо для этой работы и на последнем листочке у меня идет полная спецификация и экспликация на помещение оборудования вот все после того как мне все это прислали по этим чертежам я начал потихонечку головой своей планировать как это все у меня будет находиться уже в котельной и еще когда нифига не разбирался во всем этом оборудовании я сделал шахту изначально чтобы котел выходил туда но как показала практика у меня вы все это просто дымило бы на фасад ну я был не против что это будет он туда сдувать просто и все будет здорово есть одна проблемка о которой я тогда думал в буран и у меня всегда с этой стороны наметает сугробы и как оказалось позже газовщики бы мне не разрешили просто вывести трубу и он и было поднимать на полтора метра на фасаде это было бы у меня прям видно на улице я понял что такой вариант не пойдет николай предложил провести все это трубой прям по дому и получается разрешенная протяженность этой трассы 28 метров каждый угол это метр и у меня получилось все вместе это метров наверно 16 плюс несколько углов и я вошел как раз в эти 28 то есть все в порядке и вот сейчас через эту трубу у меня идет весь уход углекислого газа на улицу то есть выхлоп она сейчас тепленькая такая хорошая я из тепловизора показывал вам на каком-то из видосов теперь расскажу вам просто как работает система я хочу везде наклеечки сделать пока они в принципе наверное не нужны то что я то все это знаю но как говорят на разных каналах всяких ребят которые занимаются котельным оборудованием лучше всего это палец для того чтобы показать как работает система подача на котле идет по этому каналу здесь она попадает воздухоотводчик тоже висмановский воздухоотводчик автоматический то есть он сдувает у нас воздух который есть системе потом идет кран это все попадает у нас гидро стрелочку гидро стрелка уже и кстати здесь у меня датчик температуры гидро стрелки то есть он показывает температуру подачи в принципе в систему во всю систему гидро стрелка передает она тоже у меня мэйбисовская до мэйбис передает это все в распределительный коллектор а уже из распределительного коллектора насосные группы забирают воду по своим задачам первое у меня идет эта радиаторная сеть на ней стоит вилловский насос который блин индукционный что ли честно я в этом не сильно разбираюсь то есть как мне объяснили если я делаю его на эту сторону то это переменный ток если азио то постоянный и можно поставить и хоть и 6 оборотов он все равно не сгорит он будет брать именно столько сколько ему нужно и не более того говорят что они неубиваемые но ничего неубиваемого в мире не существует дальше у меня идет трехходовой клапан с насосной группой это то о чем вы всегда спрашиваете когда говорите про теплые полы денис почему у тебя на этажах под теплыми полами нет трехходовика трехходовой клапан находится вот в этой группе то есть вот эта группа прямая эта группа с трехходовым клапаном на ней у меня стоит сервопривод который управляется слышите щелкает как раз сейчас сервопривод находится в состоянии формирования температуры который управляется от зонта как раз поднимается на холодную можете посмотреть ведь даже видно как он крутится вот я сервачок дойдет до холодной температура опустится датчик это поймет скажет зонту зон перейдет на другую и так они будут урегулировать пока не придут температуре которая у меня на запрошено потом остановится и все и он будет так греть до следующего изменения температуры на погодозависимой автоматики третья насосная группа она у меня сейчас находится в заглушенном режиме это будет насосная группа теплого пола бани никаких радиаторов там не будет только теплые полы друзья я понимаю что вы сейчас видите коллектор урод на самом деле такие коллекторы используются на заводах потому что здесь еще можно раз два три четыре повешать плюс дополнительных четыре насоса такой коллектор чаще всего вешают на каких-то крутых очень кубатурных и квадратурных коттеджей вот этот коллектор мне просто достался может быть по блату потому что он пролежал в магазине несколько лет его никто не брал и мне его продали за какие-то там копейки то есть он не вышел дешевле чем я бы взял коллектор прямо который мне нужен в размер я даже думал потом перепилить переварить но мне сказали ничего плохого с с ним не будет ответе везде повешал заглушки просто на него поставил и как некрасиво этот гидро стрелочка мне тоже досталось за копейки на самом деле поправить некрасиво что она прикипела а вот сейчас тут даже видно дюйм 1 2 вход она тоже очень к это сильно крутая и она мне тоже досталось очень недорого так я познакомился с компанией мэйбис и почему-то мне хотелось чтобы мне все было мэйбис но потом висман переубедили и я стала дружить с ними идем дальше система диспетчеризации зонта она по сути есть голова нашего всего механизма она делает все решения которые необходимы по отоплению котел уже по моему свою очередь тоже какие-то мозговые штурмы производят но они как-то вместе по моему дружат насколько я знаю если посмотреть на программу вы увидите что моя котельная она действительно имеет мозг и имеет сердце то есть сердце бьется вот таким путем набирается температура в бойлер в это время у нас отключается подача на радиаторы в это время они остывают так ну они просто находятся в паузе она нагревает бойлер в это время процент работы горелки становится выше потому что она становится активной и нагревает бойлер в это время отдыхают радиаторы потом она переходит в режим паузы до следующего моего водозабора забора, и радиаторы начинают дальше греться. Есть один косяк в этой всей системе, который я углядел, но так как дом теплый, я это сильно уже не замечаю. То есть, смотрите, когда отключается система отопления на радиаторы и теплые полы, и начинается греться бочка, то здесь-то вода есть, а теплые полы гоняются, и радиаторы гоняются под системой. И у меня получается, что радиаторная часть начинает забирать подмес из теплого пола, остывать быстрее. Понимаете? То есть, если здесь сейчас 30 градусов, а здесь 39, вот сейчас, то они все сравниваются. Но это кратковременные периоды, которые, наверное, в любой системе есть, и, наверное, это неплохо. Так, идем дальше. Теперь, после того, как все это ушло туда и сделало свою работу по радиаторам и теплым полам, это возвращается обраткой, попадая также в гидрострелочку. Здесь находится шламоуловитель автоматический, который собирает все мельчайшие металлические грязные деталики в себя. До него стоит еще и фильтр, грязевик. Вот. Все. После чего это возвращается обраткой в котел. Теперь вы спросите меня, Денис, а что же у тебя делает вот такой котел заглушенный, нерабочий, и вообще он зачем здесь нужен? Объясню. Когда я подключал газ, вы можете себя, конечно, питать надеждами и иллюзиями о том, что если вы решили осенью подключить газ, то осенью у вас появится. Не так, не так. Ну, в моем регионе нет. Хотя все было, все играло за меня. Все документы были уже поданы. Срок уже подходил. Ну, начинались уже холода. Однажды, проснувшись утром в 17-градусный мороз в своей спальне, я понял, что что-то уже не то. И надо либо возвращаться в городскую квартиру, либо что-то делать. Вроде котельная эта смонтирована. Уже и трубы все проведены, и все готово. Но газовая труба не подключена. Потому что документы куда-то уехали, где-то они там ходят. Это отдельная история, что касаемо документов, друзья. Просто подготовьтесь, что в срок вы газ не получите. А если хотите его получить, наверное, это будут взятки. Наверное, это будет... Ну, у нас другая история. Мы с вами честный канал. Мы взятки не даем. Правильно? Просто строим дом своими руками, спокойно, не выделываясь, не выпендриваясь. Поехал наутро в магазин и приобрел вот эту часть. Если вот так это отрезать, вот так отрезать, то на январь 2022 года это будет стоить немногим больше 25 тысяч. Вот столько мне обошлось газовое 7-киловаттное чудо. Не скажу, что она справлялась со своими задачами. Температуру чуть-чуть подняла, но за месяц ее эксплуатации у нас ушло где-то в районе 17 тысяч рублей. Ну, не нравилась мне такая тема. Дорого, дорого. То есть, если бы полный месяц мы это все делали, использовали, ну, двадцатка, может быть, двадцать с копейками бы это все вылезло. Очень нехорошо, очень-очень грустно. Но пришлось поставить. То есть, здесь ставится циркуляционный насос, котел, трехфазник на 7 киловатт, группа безопасности, которая, как оказалось, у меня установлена совершенно неправильно, потому что сбросник находится прямо над электрокотлом. Ой, тренировка завершена. Когда руками машешь, в общем, идет тренировка. Сбросник находится прямо на электрокотлом, и это отвратительно, это неправильно, и это моя ошибка. Друзья, не повторяйте ее. Сбросник всегда должен смотреть не на котел. Сейчас я вам дорасскажу все про котельную, что, возможно, вам интересно. И, наверное, мы пойдем дальше по этажам. В начале нашего выпуска вы увидели, что у меня сработал соло-лифт. Он здесь сделан для того, чтобы сбрасывать конденсат с котла. То есть, так как у меня канализация находится вот на таком уровне, мне нужно было либо от котла вести трубу, очень некрасиво здесь по всем стенам до каналыги, либо вот заморочиться на соло-лифт. Соло-лифт не очень хороший вариант для этих целей, просто потому что кислая среда, попадая в него, явно его разрушает. А игрушка стоит в районе 27 тысяч. Не дешевая штука. Но с другой стороны, с Николаем мы придумали такой момент. Мы сделали здесь умывальник, в который я периодически просто делаю вот такое движение. Примерно раз в неделю. Вот. Либо руки помоешь, либо просто вот так. Немножечко туда мыло. И это все сейчас соло-лифт дойдет. И там этот мыльный раствор немножко кислый эффект уберет. То есть, таким образом мы увеличиваем срок использования этого соло-лифта. Дальше. Ну, расширительные емкости, понятное дело, стоят у меня и на бочке, и на системе отопления. Обязательно. Так, теперь по бочке. Объясню. По бочке. Смотрите. Обраточка. Вот здесь идет. На ней находится у нас рециркуляционный насос. У меня спрашивали его параметры. Я вам вот так их сейчас сниму. Вот они данные. Вдруг вам кому будет интересно. Берет он всего 4 ватта, и он гоняет у меня по системе всех этажей воду. Постоянно. Это очень круто. То есть, когда на втором этаже вы хотите открыть джакузи или просто помыть руки, то я горячую воду получаю в течение двух секунд. Включил, все, пошла горячая. Не приходится сливать ведро воды и ждать, пока у меня снизу поднимется вода. Горячая вода идет все время по этажам. Советовали многие, что нужно все трубы шубкой укрепить. Шубка у меня есть. Но пока почему-то не доходят до этого руки. Я считаю, что трубы являются еще дополнительными радиаторами на этажах. Почему бы им не греть еще пространство? Хотя, наверное, это сейчас неправильное осуждение, но оно у меня такое. Ошибка есть в моей котельной. Но, честно говоря, Николай это ошибкой не считает. Почему? Говорю Николай, потому что все-таки главный мозг этой котельной – это он. До сих пор у него есть доступ к моей котельной в программе, и он всегда, в любой звонок мой, выручает меня с какими-то там поправками, какими-то данными, какими-то цифрами. То есть, всегда мне поможет, всегда подскажет. Ошибка вот в чем, которую я все-таки считаю, что она есть. Смотрите. Давление в любом случае немножко падает. И вот здесь был 1,6, и где-то за 3 месяца упал до 1,2. Но котельная новая, сдуваться еще в порядке вещей может что-то, если это не утечка, конечно. А утечка, знаете-ка, интересно, еще происходит. Смотрите. Вот видите, вот там видно, например, я здесь просто заметил, видите, вот напыление, да? Нигде ничего не капает, нигде ничего не мокнет, здесь все чистенько. Но капелька может накапливаться, падать, и за счет того, что это подача и обратка, и она горячая, капля может даже не доходить до пола, она может высыхать просто здесь, и вы об этом не узнаете. Одна из причин, как может уходить у вас давление из системы. Честно скажу, пока я это не нашел, вот эти все капли, которые вы сейчас видите, это просто я не оттер тогда, когда я подтягивал периодически, когда еще настраивал систему, но где-то почему-то у меня падает. Хотя, с другой стороны, 1,2 уже держится, наверное, месяц, не падает ниже. То есть, когда будет 1,1 или единичка, я точно докачаю систему до 1,4 или до 1,6. Пока 1,2 меня не пугает. Но момент такой, что, а чтобы докачаться по факту, мне сейчас нужно сюда быстросъем подцепить, налить воду в опрессовщик и все это дело закачать. На самом деле, проблем это нисколько не возникает за полгода сделать один раз. Но, наверное, проще было бы, если бы у меня от подачи воды просто был бы кран добивки системы теплоносителя. Потому что вода в системе у меня полностью обезжелезенная сейчас, и я могу смело от колонны брать воду и добавлять ее в систему, и ничего не будет ржаветь и гнить. Что мне очень нравится, кстати, и на многих стройках я это видел, и я думал, ой, у меня будет так же, как это плохо. Так вот, смотрите, вот это расходомеры на теплые полы. Все в пыли. Ничего себе, давно я здесь не был. Так вот, заметьте, в системе вода чистейшая, ржавчины нет. Хотя у меня металла, у меня все радиаторы металлические. У меня в системе 4 конвектора, которые я сварил из трубы, из простой железной трубы. В расходомерах вода-то прозрачка. Вода прозрачная, чистейшая вода. Кстати, когда монтировал, еще очень много улыбало меня такой информации. Смотрел же много фотографий, все равно был неопытный, и смотришь в интернете еще что-то. Так вот, очень многие люди еще ставят вот сюда кран. А еще многие ставят сюда сверху сбросник автоматический или это. Но я понимаю, сбросник, возможно, необходим. Если ты строишь не в цоколе, допустим, ее, а где-нибудь на первом этаже, и у тебя уходит дальше вниз труба, то, наверное, это логично. Потому что из труба пошла вниз, то здесь воздух будет скапливаться. Но ставить вот сюда кран, это, конечно же, совершенно ненужная и неправильная тема, потому что, поворачивая термометр, мы перекрываем, по сути, трубу. Зачем нужно здесь кран и здесь кран, чтобы открутить американку? Ну, не знаю, не знаю, такое себе. Может быть, стоило рассказать про сечения, но все сечения сейчас, конечно, я захватить не смогу. Я могу вам показать просто видео, а вы уже сами себе просто будете смотреть и определяться, нужно ли вам, не нужно, и как оно будет у вас. То есть, вот такой подвод мне предложил проектировщик. Я скручивал долго эту колбасу, но она нигде не течет, и все вроде хорошо. Хорошо, везде трубу я использовал чешскую, 32-го сечения. Паял я полипропилен. Не знаю, многие ругают, говорят, надо медь, полипропилен плохо. Друзья, на втором этаже в ванной, кто смотрел видос про конвектор в ванную, я скрутил небольшой угловой конвектор. Слышали, да? Сололист опять отработал. Вот, котел на себя требует 50% от своего номинала по мощности в сутки в литрах. Если он на 32 киловатта, соответственно, 15 литров за сутки он примерно сливает в систему водоснабжения. Так вот, я говорил сейчас о конвекторе, и у меня просто вот на этот поворот ушло 7000 рублей. Здесь сейчас, казалось бы, немного трубы, да? Но здесь ее примерно 1000 на 80. Ну, я имею в виду не в котельной, а вообще вот это все. Вот это все, вот посмотрите. Вот она пошла, вот это все. Этот рукав пошел, и он по этажам брызнул у меня по всем. Если сейчас это все перевести на медь, не знаю. Братцы, если у вас есть деньги на медь или тем более на нержавейку. Я просто потратил некоторое время на то, чтобы научиться это паять без заужения шва, и понял для себя, что мне нравится полипропилен. Я не стал использовать белый. Есть такая тема, почему он белый. Как мне объяснили? Серый полипропилен, однотонный, добиться очень тяжело. И почему добавляют туда белый пигмент, чтобы просто добиться однородности? ФПВ пласт. Это на порядок круче, чем простой белый полипропилен там турецкий или какой там. Теперь, наверное, я могу перейти в другие комнаты и уже показать, как это все подключалось. Да. Здесь теплые полы. То есть голой ногой здесь ходить просто комфортно по кафелю. Единственное, я хожу здесь в тапках, потому что пока здесь грязно. У меня же не везде керамика еще постелена. Теплый пол у меня идет по 32 трубе. Здесь идет тройничок, который ведет наверх и уходит вниз. Сюда подходит коллектор, который я уже показывал. На нем подача и обратка. На каждый контур допустимо использовать до 80 метров трубы. Если она 16-я. 20-й можно сделать 100 метров. У меня где-то и 90-я есть. Просто все работает ровно. Благодаря тому, что хорошая насосная группа. Везде идут теплые полы. Вот такие вот трещины, которые я очень боялся на самом деле. Это терморазрывы, которые не имеют никакой страшной подоплеки. Располагались как раз в тех местах, где проходил у меня шов. Вот здесь я клал опалубку, заливал один сектор. Если труба выходила, подача и обратка, я на нее клал шубку. То есть вот эти все терморазрывы, они находятся там. Они управляемые. Они находятся там, где они должны находиться. По подвалу все. Идем на первый этаж. По отоплению пару слов. Смотрите, я взял просто весь этаж, разделил его на сектора. И у меня получилось примерно, по-моему, секторов, я вам сейчас скажу сколько. Сейчас скажу сколько. У меня же в ванной все данные. Смотрите. Сейчас объясню. Вот. Видите? Вон там расходомер. Это теплый пол. Он без узла подмеса, потому что узел подмеса у меня находится в подвале. А здесь, это у меня узел уже отопления радиаторов. Помните, я в одном из видосов мучился с подключением сюда 20 трубы. Хочется взять и дверь пробить ногой. Или взять ключ, короче, и прям вот этот коллектор весь разбить этой ключом. Вы это не увидите, конечно, в кадрах, но мне хочется. Я сделал всего третий радиатор. Нет, я сделал два радиатора. И третий даже не закончил. Ладони красные. Терпение кончилось. Ставлю вопрос ребром. По поводу радиаторов и подводов к радиаторам. Я сделал вот такие нижние подводы. До сих пор еще не дошли руки, чтобы эту пену замазать. Я думаю, в какое-то ближайшее время я это обязательно сделаю. Но пока вот так. Но то, что они нижние подводы, мне нереально нравится. Теперь про ошибки. В ошибки я хочу, знаете, что вам занести, друзья? Если есть теплый пол, отключать я его пока в нейтраль не хочу, хотя теоретически мне всегда говорили о том, что я обязательно выключу полы в нейтраль. Они будут еле теплые, а в основном буду пользоваться радиаторами. Но так получилось, что на этом этаже всего два радиатора подключены. Это радиаторы на входных группах около дверей. И то подключены для того, чтобы просто греть варежки после прогулки. После того, как дети погуляют. Вот в комнату... А, вот это тоже немножко греет. Мы с детьми получаем такое колоссальное удовольствие от того, что ходим по теплому полу, что радиаторы по сути не нужны. Вот эти мощные конвекторы, которые стоят у нас в зале, и конвектор, который на кухне, мы просто заглушили. Они вообще не работают сейчас. Да, они заглушены. Вот это почти вообще заглушено, он даже такой прохладный. Так, вот конвектор, который я еще не доделал. Но он теплый, прям хороший, горячий. Классный. И на втором этаже у меня получается этот радиатор. Потом этот радиатор в комнате. Они греют уже на максималках. Прям классно. То есть, здесь даже термоголовки не надо. Эти радиаторы у меня должны работать прямо на постоянку. А термоголовки я буду ставить только на первом этаже. Всё. О, горячий, классный. То есть, по сути, ошибка-то в чём? В том, что на первом этаже и теплые полы, и радиаторы. А на втором этаже радиаторов мне немножко не хватило. Но, опять же, ошибка моя. То есть, здесь расчётная группа, которая занималась отоплением. У них была сразу задача такая, что, ребят, я не могу поставить никакое другое отопление на этажах. Просто потому, что у меня, например, у сына, здесь больше радиатора не поставишь. Его можно по длине, конечно, было по длине поставить. Но по высоте это максималка. Ну, то есть, всё. Куда там больше его не увеличишь. И от этого я и шагал по комнатам второго этажа. Была у меня, конечно, мысль у этой стены ещё поставить. Но потом её заглушил. Но, с другой стороны, получается, что сейчас даже в минус 30, вот вчера ночью было минус 32, в комнате было 24. Мне кажется, нормально. При том, что теплоноситель имел загруз примерно на 30%. Там 25-30%. То есть, котёл по факту не сильно-то и жарил. По конвекторам сразу ответ дам. Конвекторами я доволен. Ну, в плане, как работает конвективное тепло, я не знаю, работает ли оно так, как мы хотели бы. Но то, что конвекторы горячие, и то, что это такая площадь трубы нагрета температурой, она всё равно даёт своё. Так, а это радиаторы у меня на втором этаже. То есть, я тоже поставил с расходомером, и меня за это ругали. Но я могу ответить просто, друзья, здесь больше 50 градусов, наверное, никогда и не будет. Поэтому страшного совершенно, ничего в этом нет. Если говорить про ошибки, я бы, наверное, отметил то, что недостаточное количество радиаторов у меня на втором этаже. Надо было бы добавить их побольше. Я сделал их не так много. Это, наверное, неправильно. То есть, нужно было побольше. Особенно вот в этих угловых комнатах. У нас у дочери получилась самая тёплая комната. У неё она, в принципе, по размерам небольшая. И там приходит нормальный конвектор, и там стоит радиатор, и она солнечная. То есть, она нагревается прям за день шикарно. Ванна тоже очень тёплая, потому что здесь полотенцесушитель, здесь конвектор на окна. Кстати, окна вообще не потеют. Ещё тёплые полы. Кстати, да, тёплые полы. Потому что на втором этаже это единственное место, где я залил полы бетоном. Всё остальное у нас фанера. Но делать тёплые полы под фанерой, наверное, было бы неправильно. Тем более, два слоя, два сантиметра. Они бы просто не работали. Ну, а извращаться с тем, чтобы в первом слое делать какие-то пазы, не, не хочу. В дополнение ко всему сказанному я вот что добавлю. У нас очень хорошо утеплён дом, потому что стены пеноблок 40 сантиметров, плюс 10 сантиметров утепления под хауберг, плюс внутренняя штукатурка. Она у меня прям хорошая, мясистая. Она примерно от 3 до 5 сантиметров местами доходит. Она является своего рода сама радиатором. То есть, она набрала всё тепло и очень долго его отпускает. Поэтому сам по себе дом у нас очень тёплый. Вот эти все нивелирования, которые происходят, да они незаметны даже. Я больше скажу. Сейчас у нас у дочери потолок кровля утеплена всего лишь на 10 сантиметров. У меня там лежат пачки, мне просто дойти некогда, чтобы это сделать. То есть, будет везде 25. Во всех комнатах, в нашей комнате, в комнате у Никиты и в санузле у нас везде 25 сантиметров утепления. Коридор и комната дочери пока ещё десятки. Но скоро я это сделаю. И я говорю, что мы добьёмся того, чтобы у нас процентов на 20 сократились ещё убытки. Но, наверное, я уже буду заниматься этим летом. Просто потому, что сейчас у меня на это нет времени. Ой, уже смеркалось, братцы. Вот я вам весь день сегодня потратил на рассказы. Так, что хочу сказать в конце. В итоге избушка большая. Но отапливается она очень даже комфортно. Конечно, конечно, я бы сейчас прикрутил бы сюда ещё твердотопливный котёл. Но сделал бы это не в доме, а где-нибудь снаружи. И вывел вот сюда какие-то трубы. Для того, чтобы это сделать, мне нужно либо делать это в бане, этот котёл вставить. Да, скорее всего, вот этот вариант подходит. В бане, например, поставить котёл, и чтобы он в дом давал теплоноситель в случае каких-то проблем с газом. В остальном, друзья, наш дом. Всё в порядке, всё работает, и всё работает вроде бы даже неплохо. Для такого домика, ну, давайте будем честными, он не маленький. Котельная получилась неплохая. Всё, друзья, я рад был вас видеть. Увидимся наскоро. Прямо буквально через пару дней. Всё, пока-пока.